От имени Социал-демократической партии Кыргызстана позвольте выразить чувство глубокой признательности всем братским социал-демократическим партиям со всего мира за сопереживание и обеспокоенность сложившейся политической обстановкой в Кыргызстане, отличающейся крайне опасной и деструктивной деятельностью властей страны. В последние два года в Кыргызской республике сформирован семейно-клановый режим джиембековых диктаторского типа, который проводит антинародную политику в интересах узкого круга лиц. Семейно-клановый режим проводит политику репрессий в отношении оппозиционных сил, в первую очередь против Социал-демократической партии Кыргызстана. Многие руководители и лидеры партии сегодня арестованы. В тюрьмах производится умышленное причинение членам Социал-демократической партии Кыргызстана физических и психических страданий, совершенные с целью получить от них ложные сведения или признания, запугать или принудить к совершению определенных действий. Офис Социал-демократической партии Кыргызстана арестован и опечатан. Все имущество партии находится под арестом, и сегодня члены партии не могут получить доступ к ним. Все это справедливо можно именовать препятствованием деятельности политической партии. Сегодня осуществляется попытка рейдерского захвата СДПК. В Кыргызской республике действующая власть, вместо преодоления социальных проблем населения, бюджетные средства направляет на покупку вооружения против мирных демонстраций и митингов граждан. Коррумпированный семейно-клановый режим всячески препятствует свободному волеизъявлению населения, чем нарушают основные положения Конституции республики. Действующие власти в стране успели использовать вооруженные силы, военно-воздушные силы, органы национальной безопасности и даже внутренние войска против собственного народа. Семейно-клановый режим Джеймбековых выступает против свободы слова в Кыргызстане. Так в стране арестованы офисы телеканала «Апрель» и «Седьмого канала», связанных социал-демократической партией Кыргызстана. Журналисты не допускаются к своим рабочим местам, телетрансляция телеканалов запрещена. В Кыргызской республике принимаются законы против интересов страны, антипрофсоюзные законы, законы, которые ухудшают экологию страны, законы о переходе внутренних войск в состав МВД для того, чтобы уже законно их использовать при давлении на людей. Антиконституционные законы, ушатывающие кыргызскую государственность. Если говорить об этих и других преступлениях президента Сорумбая Джеймбекова, то понадобится много времени. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова